МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вице-премьер так само отзначил, что до конца года кошт квадратного метра жилья с держпатрымкой не перевысить средние заработные платы. В наступном годе эта динамика захавается. У Гомеля сегодня отбылось посаджение областного совета по опрацовных и социальных пытаниях. На парадку дня ход выканания погоднения помеж Гомельским областным выканавчим комитетом, областными объединениями наймальников и профсоюзов. Документ вызначает шляхи трехбакового взаимодействия у сферы социально-працовных относинов. В первом поугодии 2017 года амаль усе пункты погоднения выкананы. Однако еще остаются и те, что потребует уваги усих трехбаков. Это у приватности питания оховой працы, повышения узровня заработной платы и своячасовость ее выплаты. В этом году проделана определенная работа профсоюзами, союзами нанимателей, исполнительной власти по разрешению проблемных вопросов, отраженных в пунктах соглашения. Многое, что удалось. Во многом была видна оплодотворная работа трех сторон. Однако есть и вопросы, которые требуют особых усилий со всех трех сторон. Это и выплата заработной платы по области, по предприятиям. Это и полная занятость работников, это и обеспечение спецодежды. Пожалуй, главной задачей на этот год это обеспечение достойной заработной платы работников. В этом процессе должны и участвовать и наниматели, большая роль и профсоюзов. Вопрос один. Зарплата и доходы растет, но не теми темпами, которые нас устраивали. Поэтому сегодняшняя наша встреча и должна выработать дополнительные условия для того, чтобы задача, в конце года поставленная перед всеми нами, была выполнена. Походнение по межобластным выканавшим комитетам, объединениями наймальников и профсоюзов это выдает главный документ в обеспечении диалога, а затем и суместной работы. Пляцовка, которая позволяет скардыновать деятельность у всех боков. Оно предусматривает целый комплекс вопросов, которые затрагивает и жизнь, деятельность предприятий и членов всех коллективов. Здесь вопросы и занятости, здесь вопросы и заработной платы, и уровня, и вовремя выплачиваемости его. Здесь вопросы и другие, которые касаются условий работы. Различные вопросы. И это сегодня работа, которая уже продолжается не первый год. И есть достаточно хороший опыт совместной партнерской работы и нанимателя, и профсоюзных организаций, ну и, конечно, органов власти. Проект концепции «Национальная служба планования семьи» распроцовывается в Беларуси. Основная мета – заховать репродуктивное здоровье насильництво. Одним из этапов станет развитие межрайонных и областных перинатальных центров. Настасья Кучинская побывала у Гомельским областным роддоме и доведалася, что зараз представляет собой головная перинатальная установа региона. Статус перинатального центра областный роддом отрымал в 2060-м годе. А разом с ним – самое сучасное медобсталявание. Ещё году 15 тому об таким узровне техничной оснащенности навод не марли. Гэта дозволяя оказывать допамогу на сусветном узровне. Впервые в нашем роддоме мы применили гемостатический шов по линчу. Эта технология помогает уйти от удаления матки при массивных маточных послеродовых кровотечениях. Мы сейчас широко применяем такие реконструктивно-пластические операции, как удаление мематозных узлов при операции кесарево сечение, что позволяет тоже сохранить женщине матку и репродуктивную функцию в будущем, улучшает её качество жизни. Один из главных принципов, у которых притрымливаются областным роддоме – максимально натуральный процесс родов. Лишних медицинских манипуляций не робить, только по показчиках. Тут нема занадто строгого режиму знаходжения и наведывания. А яше только тут практикують партнёрские роды. Усё гэта свечить про максимальное наближение до агульно-сусветных тенденций. Гомельский областный роддом – незвычайная медустанова. Больше 90% женщин, которые трапляют сюда, имеют проблемы с тяжелностью и потребуют самой высокой квалификовой допомоги. Перинатальный центр высшейшего узровня только у столицы. Ганна Ковалёва – своего рода уникальная пациентка. Это малая ей пятая дитя. Долгочаканный хлопчик – четыре старые шеи девчонки. Але уникальность не у гэтым. Усих детей она народила прас кесарова сячиння. У меня все операции кесарево сечения берётся только Минск или областной. Но я тут уже рожала в 2009 году. Конечно, мне тут понравилось. Конечно, я выбрала этот, чем Минск ехать. Но, слава богу, пока всё хорошо. Я всем довольна. Складанные роды, хроничные захворывания тяжарных для гомельских медиков всё не соправдают уже некритичные выпадки. А сучасное обсталявание и высокая квалификация медиков позволяют выхоживать на самых складанных детей. Например, в минулом году вырытывали девчонку, которая народилась в агую сяго 600 граммов. В агую в Беларуси один из самых низких в свете коэффициентов детячей смиротности. Даденые минулого года с тысячи детей помирают трое. Для права не в России семь, а в излученных штатах Америки шесть. Благодаря техническому медицинскому прогрессу и научному медицинскому прогрессу и повышению квалификации медицинского персонала как врачей, так и среднего медицинского персонала достигнуты большие успехи в целом. По сравнению, например, за последние 7-6 лет в два раза снизилась летальность по нашему учреждению, например, могу сказать. И если сравнить с 90-ми годами, то в разы, вплоть до 8 раз. Али вырытывать кожного немахчима. Ужнил не областным роддоме, зафиксовали две детячие смерти. По их заразе одеется следство. Концепция национальной службы планования семьи, якая зараз распроцовывается у Беларуси, конечно, так само не зробит суда. Али уже сенья зью извязывают планы на то, что маленьких здоровых беларусов с кожным годом будет становиться больше. Настасия Кучинская, Павел Антона, у телерадио «Компания Гомель». Беларуському Республиканскому Союзу молодець исполняется 15 годов. У нашем регионе молодежная организация объеднула около 80 тысяч человек. И они могут проявить себе у творчих, навуковых и доброченных проектах. Сирот найбуйнейших – конкурс 100 идеи для Беларуси. И он стал выдатной платформой для инновационной деятельности молодець, створения перспективных, навуково-техничных распроцовок. Проект «Аткрытый диалог» стартовал як широкая дискуссийная пляцовка, якая дала махшимость молодець Беларуси обмерковывать проблемы и задавать питания. Сирот головных достигнений у Гомельского областного комитета БРСМ разведцё студотрадовского руху. Гэтым летом у составе студентских отрадов працавало больше, как полторы тысячи человек. Дарешу ближайшую суботу БРСМ запрашаю окунуться в атмосферу свята и доброго настрою, а заодно доведацца, хто стане уладаром села. Распиловка Бервяна, запраганье коней и рубка дроу. 9 вересня отбудется областный этап республиканского сельского спадарчага проекта. Конкурс пройден на территории агросядзибы у поселку Янтарны Гомельского района. За звание самой дружной и творшей молодой семьи будут змагаться переможцы районных этапов. Их так само шакают кулинарное спаборніство и спортивно-гульнявая эстафета. Адразу три представники Жлобина отрымали перемогу на конкурсе читальников, який у рамках Ден беларусского письменства селета пройшел у Полоцку. А праша того, жлобинские школьницы оказались адзинами, хто отрымав специальный приз Республиканского союза письменников. Сталиновитыми детьми познаемился Олег Сентяров. Город Жлобин, улица Красная, 3А. Тепер гэтэ адрес, вядая шмат, хто сприхильнику беларусской литературы. Менавито тут, у четвертом классе, початковой школы номер 2, ворчица Перамоста, Республиканского конкурса юных читальников, Даша Хаминка. У четвертом А, 24 учени, классный керамик Пиракананы, что усеяны талиновитые, головные гэтэ танцы в часовой раскрыть, и тогда кожна с гэтых дятей станет еще одной школьной зорочкой. Даша Хаминка такой зорочкой уже стала. У школы ее характеризуюсь, як вельми талиновитого человека, и она любить спевать и танцевать, наведывая некольки обеднанию по интересах, играя галонные роли у школьных спектаклях. На Республиканском конкурсе выконывала верш контрата Крапивы «Дед и баба». Менавито гэтэт твор разум с классным керамиком выбрала не вопадкова, и он як негалепше подоходить для людей с артистерсными здольностями. Хоп, я нас, колес! Села ля дороги? А коня! Як чорт понес! Дзе взялись и ноги! Во столовах часам есть вось такие ж бабы. Сдается, робить я ништось, а ля справы слабы. Так такая нюча че. Скажем ей на реште, мог без вас было б легче, вас пробуйте злезьте. Особливость початковых школ у тем, что тут невеликая кокись вушнив и наставников, а тому перемога одного свята для усих. А б тем, что даже Хоменка поехала у Полоцк, где у рамках Дня белорусского письменства проходил Республиканский конкурс юных читальников, ведали усе. А тому, коли пришла на вина, о потреблении девчинкой диплома первой ступени, некоторые не могли стремать слез радости. Конечно, я плакала. Я до этого плакала, переживала очень. Слез, конечно, я не могла сдержаться, эмоции я не могла сдержать. Естественно, я сразу сообщила всем родителям администрации школы. Мы все, конечно, были шокированы, хотя победу я предчувствовала. У 13-й Злобинской средней школе до перемога в Учню привыкли к этой установе у районе сирот-лидеров и в Олимпиадном руху, и по вынеках централизованного тестирования. Але восьмиклассниц Уляну Широкую и Лизу Цитову у Сирона сустракали героев. У новом научальном годе яны стали першими наученцами, які отрымали узнагороды на спаборницах республиканских узровню. На конкурсе юных читальников девчинки прожитали балладу Анатолия Вертинского «Плач спаленные вёски». Назва кажа сама в сабе гэта твор об людях, які загинули адру кардикум. Хотели б сказаць мы вам добрые словы «Дыворах лютый» Пазбавиў нас мовы Не вымавець слауце Беззмавныя все мы Сё нема Сё нема Усё нема Не можам проведзець Не можам проводзець Ни мы на сяле тени наши ходзець Не бачыць Ни чуць Ни слова сказаць мы Не устаня Мы попелам стали Мы попелам стали Мы попелам стали Уляна Широкая и Лиза Титова Люди ў 13-й Жлобинской школе Вядомыя Перамоги ў конкурсах Па учебных прадметах И актывны ўдел ўжыць Установы Гэта з их характеристык А прачатах ў обедзве Любець чытаць кэніги пра войну Таму і твор для конкурсу Выбрылі на военную тэму Правда кажуть, крыху шкада, Та, што они отрымалі дэпром Першы ступені, але і другое місце Гэта таксама перамога Мы занимались после уроков Уделяли этому большое количество времени Делали долго презентацию Тренировали выразительность Но это того стоило Мы победили И это очень хорошо Олег Сентюров, Валерия Гапанько Телерадо-компания «Гомель» с Ажлобином Гомель рыхтуется значить 875 годзе Зараз у областным центры Вядутся репетиции святочной программы Церемония открытия дня города Отбудется у пятницу 15-го вересня У Гомельским державным цирку Гасе чекается правды феерычное шоу У им будуть заденечены Больше як 200 студентов областного центра А таксама шматликия творчая коллективы На арене цирке Разгорнется яскравае действо Якое расскажет про гистору творения города над Сожем Про великий народный подвиг Его же хоров у годы Великой Ачинной войны И про сучасные досягнение Шоу-программа будет супроваджаться Сырковыми, хореографичными и вокальными номерами Не обыдется и без видовищных спецэффектов То радует, что И это здорово Что сам цирк, арена Она располагает так, чтобы Световые эффекты Они были полностью погружены Нашим взглядом И наши зрители, гости Вот это созерцали Видели вокруг, что происходит Вот это все действо В этом вся, конечно, прелесть Прелесть в том, что будет Видео Материал показан не только на стенах Но и на потолке И это будет как бы дополнять сюжетную линию Этой программы Протягнуться святочное мероприемство У субботу, 16-го вересня Гостей чекает шмат приемных сюрпризов На площади Ленина, например Разгорнется свой особливый юбилейный город Тут будут представлены предприемства И организации областного центра Для яких все летний год Так сама был юбилейным У сквера имя Грамыки Будет организована Литературно-музычная программа С выступлениями народных коллективов Паэтов, аутеров, выканавцев И композиторов У программы так сама Фестиваль Винограду И свято Рыжего города Зуделом его рыжеволосых жихаров Но при конце свято Во всех районах города Отбудутся фейерверки Гэта иншина вины Вы можете знать на нашем сайте У интернете По адресе www.tv.argomel.by Далее у эфира Спортывный огляд С новинами спорту Вас познайомить Михаил Садовский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин